Всем привет, дорогие мои зрители! Всех рады видеть нас в нашем канале. Сегодня у меня отличное настроение. Сегодня большой праздник. Сегодня у меня день рождения. И, к сожалению, что папа нет, не может присутствовать. И Юра, потому что мы находимся в отпуске. Ну, ничего. Папочка уже с утра позвонил. Юрочка уже позвонил. И мы сегодня такой нашей веселой компанией будем отмечать целый день сегодня. То есть, как папа сказал, у тебя будет сегодня праздничный завтрак, праздничный обед, праздничный ужин. И вообще целый день будет праздничное настроение. Ванечка еще спит, но он такой встал, такой, за ручки потянул. Happy birthday, спел, такой хороший. Я говорю, Ванечка, спи, спи. Дальше он такой, хопа. И, короче, дальше спать. Ну и все. А мы сегодня с вами вместе проведем наш день. Как всегда и как всегда наш день начинается с праздничного завтрака. Итак, пойдемте посмотрим, что мы сегодня будем завтракать. Потом с вами пойдем на территорию, погуляем. Пляж сегодня никуда не поедем. У нас будет сегодня день релакс. Мы будем только находиться в отеле. Ну и, естественно, приглашаю вас вместе со мной. И сразу хочу сказать, друзья, с утра проснулась. Уже столько поздравлений в ютубе. И это очень-очень приятно. Большое-большое вам спасибо. Вообще просто искренне спасибо. Так, пекут блинчики в отеле и жарят яичницу. Еще иногда вот здесь вот омлет делают. И тогда много людей сразу большой-большой омлет делают. И сразу раз-раз-раз порезали. Но сегодня, видите, более медленно. Будет у нас на сковородочках. Это на сковородочках гораздо дольше. Я вообще считаю, что самый лучший завтрак – это омлет. Кашу кушаю дома. Ну, каждый день. Она мне что-то так уже надоела. А здесь, типа, отрываюсь по омлетам. Видите, микс. Немножко того, немножко сего. Смотрите, какие у них комфортки газовые, мощные. У меня сегодня на праздничный завтрак. Арбуз. Айран. Яичница. Забы, как называется, саратик. Омлет. И капучино. Смотрите, у нас ленчик. Лена, тебе так идет голубой цвет. Реально. Лена уже накупалась у нас. Направилась. Пока мы с мамой. Так здорово с утра. Вообще никого нет. Ну, завтра я пойду. Завтра вместе пойдем. А без 15.08 уже все люди подтягиваются и начинают лежать и пьем. Ну, да. Завтра пойдем рано с тобой. Самый кайф. Мамулечка моя любимая. В общем, знаете что, так было приятно, насколько приятно, что уже запоминают официанты. То есть, я подхожу, он уже наливает капучино мне и говорит, капучино ест. Ну, я говорю, да. И он уже мне подает. Представляете, какая вот у них память, да? Молодцы, очень приятно. То есть, такое количество людей. Количество людей, да, он мне уже наливает реальный, подает. Представляете, хотите верьте, хотите нет. Ну, а на завтраке у нас тихо, спокойно, хорошо. И мы сейчас позавтракаем и пойдем купаться на наше волшебное море. И пойдем октально сюрприз делать. Да? А какой? Вы же мне уже подарки подарили. А как можно. Кстати, ну, так как сейчас время современности, Лена, мама, мне, ну, все дали деньгали. На карту, да. Ну, мы пойдем потом с вами и выберем постельное белье. Комплект постельного белья это будет от Лены. А от мамы я тоже знаю, что себе купить с папой. А папа в это время. А папа в это время. Боже, уже позвонил Юра. Папа у нас же по-сахалински. Ну, и он уже принес там огромную банку икры. Слышишь, папа уже все принес, все приготовил. Надо было подождать тебя. Дорогие друзья, так приятно. Мне все, он столько поздравляет, даже, наверное, Леночка. Нет, дело в том, что у Оксаны не все знают ее инстаграм. Оксаночка Моск. Оксаночка, нижняя подчеркивание, Москл. Через меня поздравляют. Вот, Оксане передаю все поздравление. Я не знаю, Оксана, новая инстаграма, поэтому я поздравляю ее через ваш инстаграм. Леночка, так же вас я тоже поздравляю с рождением, с днем рождения вашей семьи. Ну, в общем, слышно, будет плохо. Ну, вот, Наталья Мордик, или Мордик, Мордик, наверное, правильно? Да, спасибо большое. Спасибо большое за поздравление. Прям вот, ну, очень приятно выйти сюда. Не, мне с утра сегодня, да, столько. Я открываю YouTube, мне прям большими буквами, чтобы я только увидела. Ну, кстати, не только Наталья, вот Людмила тебя тоже еще в 18.07 поздравила сегодня с днем рождения. Ольга Списа тоже поздравила с днем рождения тебя сегодня. То есть, как бы, инстаграм твой просто многие не знают, поэтому поздравляю через меня. Да, сегодня большими буквами напишу свой инстаграм под видео. Но у меня написано в описании канала инстаграм, ребята, написано. Леночка пошла за Ваней, мы с мамой спускаемся на пляж. И, знаете, день рождения вообще праздник такой очень классный. Но когда ты его встречаешь еще в таком замечательном месте, от этого он становится вдвойне. И, знаете, нет такой суеты, когда дома там нужно накрыть, нужно купить, нужно что-то купить. Ну, вот, чтобы все было, приготовить, да, чтобы всего хватило. То есть, дома ты постоянно находишься в этот день на суете. Ну, наверное, у многих, да, так? И накануне все закупаешься. Здесь же полный релакс, нет никакой суеты. Иду спокойненько, позавтракаю очень вкусно. И сейчас двигаемся, будем купаться, отдыхать. Правда, мам? Что может быть прекраснее? И поэтому возникает... Ну, вот мы на Юре на день рождения всегда. У меня нет никогда день рождения на день рождения Юры. И в этом году, я надеюсь, что не будет исключением. Ну, и на свое теперь нет. Поэтому, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. И потихонечку это затягивает. Ну, а мы с вами идем, я показываю не себя, а территорию. Идем около территории. Видите, вот этот бассейн. Релакс. Это бассейн пятерки. Там дальше, где суета, где горки. Это уже будет бассейн как бы четверки считается. Это бары. Все еще, знаете, люди уже на море. И в 10 часов начинается анимация. Анимация в отеле, я еще раз повторю, что очень хорошая. Каждый вечер какие-то новые программы для детей. Да, мам? Дети постоянно чем-то заняты. Мам, моя работа. Я могла бы здесь подрабатывать косильщикам. Люблю тоже косить. Смотрите, травка какая. А мы приедем с тобой на дачу. У нас будет море. Трава по пояс. Будем петь трава по пояс. И мы с мамой, смотри, вот идем и думаем. Да, ты что? Вот эти вот, смотри, какие растения. Мы с мамой мечтаем. Интересно, смогли бы они прижиться на даче у нас. Наверное, мама говорит нет, потому что это южные растения. Но они бесподобные. Опять я забыла, как они называются. А вот эти вот, смотрите, какая прелесть. Эти у нас растут. Забыла, как называется. Как же вот, когда приезжаешь в Турцию, особенно когда я приехала первый раз 20 лет назад, меня здесь восхищало вообще все. Так, друзья, мы пришли на пляж. Смотрите, лежачки, конечно, уже, я хочу сказать, все занимаются рано. Лена сегодня ходила купаться в 6, все было свободно. Но потом, когда она возвращалась, уже было все занято. Под зонтиком занято. Так пустыне найти. Ну и девочки сегодня, девочки во главе с нашим мальчиком решили мне устроить сюрприз. И решили вот такой вот шатер снять в тени. Видите, там уже моя любимая мамулечка. Какая у меня умница мама. Вообще спасибо большое маме, папе за то, что нас вот воспитали такими достойными людьми. За то, что дали хорошее образование. За то, что научили любить друг друга. За то, что у нас такие теплые отношения. Понимаете, я считаю, что это заслуга, конечно, родителей. И вообще, как говорит мой папа, если, говорит, дети, говорит, живут плохо, это вина родителей. Если, говорит, дети живут хорошо, это заслуга самих детей. Любимая поговорка папы. Так что вот так вот. Поэтому, смотрите, у нас сегодня будет вот такой лежачки, домики. Сейчас нам, наверное, накроют стол. И здесь мы сегодня расположимся. Здесь мама, можно просто лежать будет на подушке, кайфовать и любоваться, да? Направился и в теньке. Уже не надо двигать лежак. Вот хочешь, вот еще, смотрите, лежачки. Все подметается, все хорошо. И пойдемте сейчас с вами дождемся наших. И пойдем с вами купаться на море. Вообще атмосфера замечательная, да, мамуля? Только полотенцем мы свои же, да, будем стелить сверху? Конечно, да? Заменили вот это все. А, это все заменили, да? Конечно. А, это все чистенькое? Чистенькое. А я думала, вчера на них лежали. Нет, ты что? Класс. Спасибо большое. Очень приятно в таком шатре. Вот. И с таким прекрасным видом, в тенечке. Но мы с мамой, естественно, сейчас руки в ноги и плавать. И пока мы находимся, смотрите, вот здесь вот у нас в 11.30 до 15.00 будут печь пончики. И здесь у нас снэк-бар, который работает с 12.00 до 17.00. Ой, вернее, вообще бар. Здесь можно будет перекусывать, пить напитки. В общем, так вот. Такая атмосфера. Сейчас пойдемте с вами купаться. Я говорю, конечно, что так не загорать, как королигу, чтобы каждый день так лежать. А потом подумала, если бы каждый день так лежать, то, знаете, уже было бы неинтересно. И не было бы такого состояния новизны. Да, мам? Уже привыкаешь, когда. А когда вот так вот, ну, неожиданно. Ну, я бы, если честно, ну, я считаю, вот, я экономист. Я не считаю неразумным тратить деньги на отдыхе. Ну, на такие вещи, допустим. Ну, раз это подарок, то подарки я принимаю с удовольствием, скажем так. Ну, пойдемте попробуем водичку. Сделаем, посмотрим, какая сегодня водичка. Да, ну, я могу вам и так сказать, что водичка сегодня такая же необыкновенная, как всегда. И мы с вами. Вот видите, есть лежаки, есть. Но они не под солнышком. Ой, не под зонтиком. Хотя, если поискать, то можно найти. Видите, у нас соединение таких пляжей. Вот, видите, это как бы четверка, а это пятерка, где мы находимся, считается. Очень комфортно. Кстати, мне кажется, людей сегодня не так много. Ну, наверное, еще просто молодежь любит поспать. Ну, а мы с вами пойдемте и начнем этот день. Мы, точнее, его уже начали. Продолжим в воде. Так, оставим тапки около флага. Надо всегда ориентир. Потом выйдешь, будешь искать. То тапки, то лежаки, то еще что-нибудь. Вот, видите, у нас как сегодня здесь солнечно, хорошо. Ну, и пойдемте смотреть воду. Так, вода, естественно, как всегда чудесная. Ну-ка. Вот о том, о чем я говорила. Что не нужно стоять на берегу, ежиться, а нужно сразу заходить. Потому что она очень-очень теплая. Смотрите. Ну, не красота ли, друзья? Ну, я не могу. Мне очень нравится. О, наши друзья. Привет-привет. Так что вот так вот. Ну, сейчас положу камеру, поплаваю. И потом, конечно же, все буду дальше вам показывать. Друзья, что придумали ватсап. Теперь каждый может позвонить и поздравить. Потому что только сегодня успеваю принимать поздравления. Это здорово. Так, я что-то посмотрю, пойду, где бабушка наша. Что-то не видать. Посмотрю, похожу. Сегодня у нас вообще удивительно спокойно на территории. Наверное, потому что понедельник. И, наверное, сегодня анимация выходная. Потому что выходной, я смотрю, горки. И все закрыто. Ну, посмотрим. Сейчас еще рано утро. Ну, просто смотрите, тишина полная. Релакс такой. Так. Пройдемте по территории. Тут у нас коктейльчики. Делают очень вкусные коктейли. Мы уже покупали несколько раз. Ну, пока тишина, можно спокойно пройтись с вами, посмотреть, если вам интересно. Так. Видите? Уже вино стоит с фруктами. Под бабом отдыхает. Это я вот так шутя называю. Так. И тут, значит, бассейн. Но бабушки не нашла. Пойду пока в другую сторону. Так, друзья, мы отдыхаем сегодня. Немножко здесь темновато, потому что стою от солнца. Ваня, тебе нравится так вот на лежаках лежать? Еще бы. Еще бы. Еще бы. Бабушка, тебе нравится? Еще бы. Да, видите, как мы расположились. Все у нас тут уютно. Пепельница лишняя, слава богу, у нас никто не курит. Сейчас нам должны принести вино и фрукты. Смотри, мам, бутылочку вина маленькую. 0,375. Это наша портит вид. И тарелочку с фруктами. Ваня, бананчик, виноградик кушай. Что ты хочешь отсюда? Ты же все мытая? Бананчик, конечно, давай. Так, все, уже пекут пончики. Пончики, нам только пончики. Нет, пончики мы не будем. Такие красивые пончики. Ой. Все, видите, их посыпают чем-нибудь. Но мы это не будем. Вместо пончиков мы возьмем водички. Хотя у нас уже стоит вино. Как я сказала, в 12 часов открылся бар. И поэтому наши товарищи Лена с Ваней, соответственно, тоже не собираются идти. Потому что они здесь будут картошка фри, все напитки. Пойду посмотрю, что там еще есть. Тоже все салаты. В общем, в этом кафе тоже есть все. И салатики, и бургеры, и котлетки, и картошки фри, и пиво, и арбузы, все. Единственное, там нет супов. А я пошла в главный ресторан, потому что мы с мамиком договаривались нам встретиться и покушать с супчиком. Мама не ожидает на праздничном обеде. Мама такая красивая. Те столько комментариев хороших написали. Что спасибо маме за то, что воспитала таких дочерей. Мама заняла нам вакантное место. Пойдем кушать. И саты народа. Столько людей мама в снэк-баре, ты не представляешь. Там очередь. Там что, там бургеры, там картошка фри. Но там тоже есть и салатики, и арбузы, и все. Вот у нас борщ и суп с курицей и с рисом. Мы будем суп с курицей и с рисом. И еще что-нибудь возьмем. Окулочку, да? Фрикадельки. Фрикадельки есть, да. Так, и что у нас? Я вот возьму что-нибудь такое с фруктиками. Видишь, мясо. Давай вот такое. Запеканочку. Арбузы, моя сладка. Окей. Сладкий стол. Тоже хороший. Хочу попробовать вон ту штучку. Что же у нас сегодня на праздничный обед? Салатик. Айран. Очень люблю. Два. Вот это мамина. Не знаю, у меня торт сегодня на обед. Тортик большой. Ну, вот какая-то запеканка овощная, арбузы и суп. Ну, скажи, мама, прелесть. Да. Особенно мне очень радуют арбузы. С днем рождения. Да, с днем рождения. Ну, это еще мальчук. Это обед, да. Еще рано, еще рановато. Попозже будем отмечать. В общем, мама легла, как всегда, на послеобеденный отдых. А мы решили с Ленком не уходить с пляжа, полежать и попить шампанского. У нас бутылочка с собой. А что, праздник? Есть праздник. А здесь все, отдых послеобеденный, релакс, анимация отдыхает, все, тишина, всем спокойного дня называется. И потом все в 4 часа, все будет в полпятого, наверное, все оживает, все заново, и начинается такое полноценное движение. Ой, жарко. Хорошо, что у нас сегодня шатер, мы там хоть не сгорим. Видите, лежаки прямо на траву ставят. В общем, очень комфортно. В общем, каждый занимается, кто чем хочет. И это очень я люблю. Никакой колы. Ребят, чтоб всегда так жили. На берегу моря. Кушаем мороженое. Ой, мороженое. Арбуз. Арбуз. Открыли бутылочку шампанского. Кстати, все спрашивают, почему чемодан тяжелый. Потому. И будем отмечать, начинать. Сначала начали отмечать в обед. Нет, но здесь, на самом деле, мы думали, что будет не очень хорошее шампанское. Взяла с тобой, так сказать, подстраховалась. Давай, за тебя. Спасибо. Наша чудесная компания. Я вот с пеном сейчас волосы высушила, высушила. Пять секунд вышло, все мокрые. Так, пойдемте пофотографируемся, девочки и мальчики. Все такие нарядные. Особенно мамуля у нас, Ленуля. В общем, все, пойдем у фотографа сделаем несколько профессиональных фотокартов. Не стала одевать платье, покрутилась, одела. Но не мое платье, не люблю, некомфортно. Понимаете, некомфортно. Будут фотографировать профессионально. И потом мы посмотрим, что у нас, какие фотокарточки получатся. Мальчики или Кульские пучки. Всем привет. Всем привет, видите? Я буду популярной, что ли? Ты будешь популярной, да, в Ютубе. Это что, какой канал? Российский? Российский. Хорошо, Россия, привет. Мас любим. Молодцы. Мы только мы ждали, а теперь все хорошо. Отлично. Место солнца, чтобы светило локации. В общем, парень нас, бравый парень нас ведет. Молодец. Ой, какая женщина. Другой. Да, вот так. Это тоже. Можно отсюда, вот так на себя? Не, не, этот, 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 этот. А, вот это? Да, вот так. Ох. Здорово? Очень хорошо, мама. Не знаю, как фотокарточки получатся. Я думаю, это хорошо. Сейчас заканчиваем нашу фотосессию и идем в ресторан на праздничный ужин. Смотрите, друзья, потрясающий закат. Заканчивается день. Садится солнышко. И что было? Какая красавица. Смотрите, просто обалденный закат. Так, друзья, мы пришли с вами на ужин. Пойдем сок берем. Так. И для нас зарезервировали столик. Только какой? Я не знаю. Какой нам? Вот этот? Да. Спасибо. Так, красиво. Сейчас это надо снять. Молодцы, приятно. На ужин у нас сегодня курицы. Возьмем маленький кусочек ножки. Ну, и рис курицы. Ножка. Ножка. Так, сейчас нам откроют шампанское. Так нельзя, да. Мама какая, смотрите, у нее. Ой. Какая у нас красивая мама. Какой красивый папа. Папа находится дома. Не хватает Юрочки, папы. Ой. Да куда же ты вылил столько? Вот, а ведь. А, ничего. Ничего. Да, Оксанычка. Давайте. Нет, вы сидите, я вам, чтобы вас снять. Чтобы вас видно было. Самое главное в нашей жизни это здоровье. Здоровье твое и твоим бытом. Потому что от здоровья окружающих у тебя близких тоже зависит от твоего настроения. Чтобы всегда рядом был любимый человек обязательно. Спасибо. Давайте. Здоровье. И, Оксаночка, счастья тебе, чтобы ты, все твои желания исполнились. Спасибо большое. Спасибо. Я, друзья, в свою очередь хочу выпить за своих прекрасных родителей, за свою мамочку Людмилу, за своего папочку Сергея. Дай им Бог здоровья, чтобы они больше жили и радовались. Спасибо за то, что нас родили на этот свет. Большое за то, что воспитали. И также хочу сказать большое спасибо моей сестре, Леночке, потому что это моя надежда, опора. Племянник, наследник растет и, конечно, своему мужу Юре за то, что мы вместе, за то, что мы такая удивительная семья. Ну, а сейчас будем кушать, покушаем, поотметим и потом с вами пойдем на вечернюю анимацию. Приятного аппетита. У тебя столько зрителей написали, передать тебе большой-большой привет, просто под лампой, и пожелать тебе всего самого-самого наилучшего. У нас. Что это такое? Это у тебя на этом? Да, это на телефоне. Спасибо большое. Да, сейчас пока свет. В общем, мы все-все комментарии прочитали. На все, конечно, я ответить физически не смогла. Но всем-всем большое спасибо, да, за то, что пишете такие хорошие комментарии. Все, друзья, поднялись мы в номер, так был прожит нами с вами еще один день. Взяли себе шампанское. Ммм, холодненькое. В общем, что я вам всем хочу сказать? А всем я вам хочу сказать большое-большое за сегодняшние поздравления, за замечательные стихи, за замечательные пожелания. Я знаю, что вы все написали их от чистого сердца. Поэтому всем-всем вам большое-большое спасибо. Я вас очень сильно люблю, целую. Все, пока-пока. Вы действительно украсили мой день и сделали его еще более счастливым. Пока.